послание к римлянам святого апостола павла глава 1 павел раба иисуса христа призванный апостол избранный к благовестию божию которое бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях о сыне своем который родился от семени давидова по плоти и открылся сыном божием в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о иисусе христе господи нашим через которого мы получили благодать и апостольство чтобы во имя его покорять вере все народы между которыми находитесь и вы призваны иисусом христом всем находящимся в риме возлюбленным божиим призванным святым благодать вам и мир от бога отца нашего и господа иисуса христа прежде всего благодарю бога моего через иисуса христа за всех вас что вера ваша возвещается во всем мире свидетель мне бог которому служу духом моим в благовествование сына его что непрестанно воспоминая о вас всегда прося в молитвах моих чтобы более божие когда-нибудь благо поспешила мне прийти к вам ибо я весьма желаю увидеть вас что преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему то есть утешиться с вами веру и общую вашей и моею не хочу братья оставить вас в неведении что я многократно намерывался прийти к вам но встречал препятствия даже до ныне чтобы иметь некий плод и у вас как и у прочих народов я должен и еленам и варварам мудрецам и невеждам и так что до меня я готов благовествовать и вам находящимся в риме ибо я не стыжусь благовествования христова потому что она есть сила божия ко спасению всякому верующим во первых иудею потом и елену в нем открывается правда божия от веры в веру как написано праведной верой уже в будет ибо открывается гнев божий с неба на всякой нечестие неправду человеков подавляющих истину неправдаю ибо что можно знать о боге явно для них потому что бог явил им ибо невидимое его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так что они безответны но как они познав бога не прославили его как бога и не возблагодарили но суетились умствования своих и омрачилась несмысленно их сердце называя себя мудрыми обезумели и славу нетленного бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и пресмыкающимся то и предал их бог в похотях сердец их нечистоте так что они сквернили сами свои тела они заменили истину божию ложью и поклонялись и служили твари вместо творца который благословен во веки аминь потому предал их бог по стыдным страстям женщины и заменили естественное употребление противоестественным подобные мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигались похотью друг на друга мужчина на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение и как они не заботились иметь бога в разуме то предал их бог превратному уму делать непотребство так что они исполнены всякой неправды блуда лукавства корыстолюбия злобы исполнены зависти убийства распри обмана злонравия злоречивых клеветники богоненавистники обидчики самохвалы горды изобретатели на зло непослушный родителям безрассудны вероломны нелюбовны непримиримы немилостивы они знают праведный суд божий что делающие такие дела достойны смерти однако не только их делают но и делающих одобряют римлянам 2 глава и так не извинителен ты всякий человек судящий другого ибо тем же судом каким судишь другого осуждаешь себя потому что судя другого делаешь тоже а мы знаем что поистине есть суд божий на делающих такие дела неужели думаешь ты человек что избежишь суда божий осуждая и делающих такие дела и сам делая тоже или пренебрегаешь богатство благости кротости и долго терпения божия не разумея что благость божия ведет тебя к покаянию но по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от бога который воздаст каждому по делам его тем которые постоянством в добром деле ищут славы чести и бессмертия жизнь вечную а тем которые упорствуют и не покоряются истине но придаются неправде ярости гнев скорбь и теснота всякой души человека делающего злой во первых иудея потом и елена напротив слава и честь и мир всякому делающему доброе во первых иудею потом и елену ибо нет лицеприятия у бога те которые не имея закона согрешили вне закона и погибнут а те которые под законом согрешили по закону осудятся потому что не слушатели закона праведны перед богом но исполнители закона оправданы будут ибо когда язычники не имеющие закона по природе законное делают то не имея закона они сами себе закон они показывают что дело закона у них написано в сердцах о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющие то оправдывающие одна другую в день когда по благовествованию моему бог будет судить тайные дела человеков через иисуса христа вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься богом и знаешь волю его и разумеешь лучше научаясь из закона и уверен в себе что ты путеводитель слепых свет для находящихся во тьме наставник невежд учитель младенцев имеющих в законе образе сведения истины как же ты уча другого не учишь себя самого проповедуя не красть крадешь говоря не прелюбодействуй прелюбодействуешь гнушаясь идолов святотатствуешь хвалишься законом а преступлением закона бесчестишь бога ибо ради вас как написано имя божие хулица у язычников обрезание полезно если исполняешь закон а если ты преступник закона то обрезание твое стало не обрезанием и так если не обрезанный соблюдает постановление закона то его не обрезание не вменится ли ему в обрезание и не обрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезание ибо не тот иудей кто таков по наружности и не то обрезание которое наружен на плоти но тот иудей кто внутренно таков это обрезание которое сердце по духу они по букве ему и похвала не от людей но от бога римлянам глава 3 итак какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания великое преимущество во всех отношениях она и паче в том что им верено слово божие ибо что же если некоторые неверны были неверность их уничтожить неверность божию никак бог верен а всякий человек лжив как написано ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем если же наша неправда открывает правду божию то что скажем не будет ли бог несправедлив когда изъявляет гнев говорю по человеческому рассуждению никак ибо иначе как богу судить мир ибо если верность божия возвышается моей неверностью славе божией за что еще меня судить как грешника и не делать ли нам зло чтобы вышло добро как некоторые злословие от нас и говорят будто мы так учим праведен суд на таковых и так что же имеем ли мы преимущество нисколько ибо мы уже доказали что как иудеи так и елены все под грехом как написано нет праведного ни одного нет разумеющего никто не ищет бога все совратились пути до одного не годны нет делающего добро нет ни одного горта них открытый гроб языком своим обманывают я таспидов на губах их уста их полны злословия и горечи многие быстро на пролитие крови разрушение и пагуба на путях их они не знают пути мира нет страха божия перед глазами их но мы знаем что закон если что говорит говорит к состоящим под законом так что заграждается всякие уста и весь мир становится виновен пред богом потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть ибо законом познается грех но ныне независимо от закона явилась правда божия о которой свидетельствует закон и пророки правда божия через веру в иисуса христа во всех и на всех верующих ибо нет различия потому что всех загрешили решены славу божией получая оправдание даром по благодати его искуплением во христе иисусе которого бог предложил жертву милостивления в крови его через веру для показания правда его в прощении грехов соделанных прежде во время долготерпения божия к показанию правда его в настоящее время доявится он праведным и оправдывающим верующего в иисуса где же то чем бы хвалиться уничтожено каким законом законом дел нет но законом веры ибо мы признаем что человек оправдается верой независимо от дел закона неужели бог есть бог иудеев только они и язычников конечно язычников потому что один бог который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру и так мы уничтожаем закон верою никак но закон утверждаем кремлинам 4 глава что же скажем авраам отец наш приобрел по плоти если авраам оправдался делами он имеет похвалу но не перед богом ибо что говорит писание поверил авраам богу и это вменилась ему в праведность воздаяние делающему вменяется не по милости но по долгу а не делающему но верующему в того кто оправдывает нечестивого вера его вменяется в праведность так и давид называет блаженным человека которому бог вменит праведность независимо от дел блаженны чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты блажен человек которому господь не вменит греха блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию мы говорим что аврааму вера вменилась в праведность когда вменилась по обрезанию или до обрезания не по обрезанию а до обрезания и знак обрезания он получил как печать праведности через веру которую имел вне обрезания так что он стал отцом всех верующих вне обрезания чтобы им вменилась праведность и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающаяся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездействие на обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, поверь, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба ссарено в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны в определенное время, умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его, и недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими, подобно преступлению Адама, которые есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих, и дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 6 глава. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что всем мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава ее Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господи нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члены ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Бога в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде, рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, и конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Кремлинам, глава 7. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом мужу выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею выйдет за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят и заповедь святой праведны и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно я, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. Римлянам, глава 8. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих. Потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть не есть надежда. Ибо если кто видит, то, чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа. Потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесну и Бога. Он их ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорпи, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считает нас завес, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим.